Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю нашим телезрителям, по вторникам у нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните, мы открыты для диалога, для вопросов и для разных тем. — Да, мы ждем ваших звонков сегодня, как и во все предыдущие передачи. Иногда у нас получается какой-то разговор с вами. Ну, я сейчас так, может быть, безлико обращаюсь. Иногда мы оказываемся без звонков, но какие-то разговоры, определенные за пределами передачи, они всегда происходят. И они в основном касаются того, интересная ли была тема, та, которую мы обсуждали с Еленой, нашла ли она какое-то понимание, или это была окрошка из разных каких-то мыслей, из разных каких-то дневных остатков, грубо говоря, из разных тем. И, ну, так бывает, потому что жизнь действительно состоит из разных каких-то моментов, и, мне кажется, в этом плане наша передача отражает текущую жизнь. Я не знаю, насколько у вас все очень структурировано, подробно, и последовательно, день посвящен чему-то одному. Он обычно нарезан или скомпонован из совершенно разных моментов, и трагическое, и комическое соседствует рядом, и, грубо говоря, низкое, и возвышенное. И всего из этого устроена жизнь. И мы как раз пробуем с Еленой, пробуем уже, вот я прикинул, больше года практически каждую неделю, пробуем говорить вот об этой нашей обыденной жизни. Не совсем обыденным языком, языком психологии и психотерапии, намеренно, не переводя наш разговор в такую экспертную сферу, экспертную область. И в инструкцию по применению. И в инструкцию по применению. Очень хочется разобраться вот в этой нашей жизни, чем мне это важно, чем мне это интересно. Ну, человеку, который, предметом работы которой является, там, страдания, какие-то вопросы людей, да. Мне интересно это тем, что, собственно, то, с чем приходят люди на прием к психотерапевту, оно растет вот из этой обыденной жизни. И мне это очень интересно, потому что не всегда это видно. И самому человеку, который обращается, и его окружающим. Вот, вроде бы, жизнь обыденная, а потом что-то происходит. Что-то заявлять о себе с такой силой, что, ну, просто обращать, не обращать внимания на это уже невозможно. И это не всегда, или обычно это не очень приятно. Я так тихонечко набираю обороты сегодняшней передачи. Может быть, вы сейчас думаете как раз о том, чтобы позвонить и начать какой-то более предметный разговор. Так вот, что-то важное не всегда дает о себе знать. Оно вот из каких-то мелочей складывается, из каких-то интуиций, ощущений. И видно, может быть, только самому человеку. И вот хочется об этой уникальности, мне, по крайней мере, об этой особенности, о чем-то, о чем, может быть, не то, что не принято говорить, а не очень понятно, каким образом говорить. Вот. Ради этого, наверное, этот разговор и существует в течение какого-то времени. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, я хочу предложить тему для обсуждения. Вы говорите об обыденности, системности, последовательности какой-то. Но в какой-то момент времени в эту обыденность врывается необходимость принятия трудных решений, возможно, даже судьбоносных. Вот так оказалось, в моем окружении сейчас несколько человек как раз находятся вот в таком моменте, где им приходится или менять работу, или жениться или не жениться, или вот ехать или не ехать, учиться куда-то там в другое место, менять свою деятельность. Вот. Да, я слышу. Елена, а на ваш взгляд, вот вы употребили вот эту фразу «появляется необходимость», откуда она появляется? Что это за появление такое? Из разных источников. Иногда человек сам подходит к этому. Иногда как будто бы стечение обстоятельств ставит его перед этим выбором. Ну, по большому счету, конечно, люди вкладываются в те обстоятельства, которые с ними случаются. Ну, например, выбор школы для ребенка, когда родители подают документы в несколько школ, потом вот оказывается, что они, условно говоря, во все прошли, и все хорошие, но конкретно выбор этой школы с позицией родителей может повлиять на судьбу ребенка. То есть у нас сегодня… Одна из знак знакомых. Да, ага. У нас сегодня может разговор вот об этом случиться, откуда появляются необходимости, откуда, может быть, у вас в каких-то ваших историях, в вашей жизни, как Елена выразилась, не ручаясь за точность цитаты, появилась необходимость. Вот мне очень интересен этот момент в жизни человека, в моей жизни, да, откуда эта необходимость появляется. Она, ну как, я утром проснулся, и она проснулась вместе со мной, и я ее обнаружил где-то, как я почувствовал эту необходимость, что необходимость есть. То есть вчера ее еще не было, а сегодня она уже есть. Или она каким-то образом накапливается изо дня в день. Ну, это я уже немножко так размышляю, да, и растет как ребенок. Вот она была там маленького такого размера, а потом выросла до таких масштабов, что уже, ну, вот мимо не пройдешь. Вот мне интересно очень... На ваш взгляд, как появляется вот это вот... Ну, я не знаю, может быть, другие слова подберите, чтобы описать этот процесс, когда человек оказывается в ситуации принятия трудного с его точки зрения решения. А можно я еще, наверное, продлю, замедлюсь в ответе на ваш вопрос и задам вопрос. А вот эта вот трудность в принятии решения, что делает это решение трудным? Я не знаю, вот, может быть, нам телезрители наши расскажут, что делает это решение трудным. Вот этот вопрос мне тоже интересен. То есть по необходимости и по трудности. Елена вот сейчас, на мой взгляд, задала такую планку, такую какую-то ввела контекст в наш разговор. Вот, ну, можно даже, наверное, таким образом. Вот мы сейчас сидим, мы, наверное, примерно знаем, как пройдет передача. Ну, мы поговорим, закончится время. И вот вопрос, появится ли в нашей передаче какая-то необходимость? Откуда она может появиться? Какого характера эта необходимость может... Причем судьбоносная, может быть, да? Как определить судьбу? Ну, то есть у меня масса вопросов, может быть, как обычно в работе психотерапевта, масса вопросов, но, на мой взгляд, это хороший подход. И в данном случае тоже, когда мы большой вот такой один вопрос появления необходимости разбиваем на маленькие вопросы, да, и начинаем его, ну, как это, грызть вот этот гранит, да? Как иногда говорят, так, по-декартовски, разбивать проблему на более простые какие-то проблемы, решать их, и потом смотреть, что из этого получается. Вот мне интересно думать о том, что необходимость в какой-то момент просто берет за горло человека, ну, или еще за какие-то другие части тела, да, подмышку хватает. Ну, то есть возникает с такой силой, с таким ощущением для самого человека, что он просто не может отмахнуться от нее. То есть что-то такое в его жизни, какой-то такой запах, какая-то такая сила, и я не знаю, она внешняя по отношению к человеку, да, то есть она меня не касается, это вот, ну, кто-то другой меня поставил в эти условия. Или это сила внутренняя, ну, условно говоря, если делить на внешнюю. То есть что-то такое вот, какое-то еще сердце, какая-то труба внутренняя, которая вдруг позвала человека сменить работу. С чего бы это, да, вот человек работает 20 лет и вдруг меняет работу кардинальным образом, да? Ну, в силу разных причин, возможно, позвали, да, иногда же бывает внешние силы вмешиваются, если говорить. Но тут появляется внутренний, потому что, наверное, трудным решение делает ответственность, которую человек ощущает. И, наверное, чем больше эта ответственность ему кажется, чем больше, наверное, вариантов каких-то последствий после этой ответственности он в своей голове представляет, ну, то уже каждый в силу собственных фантазий, да, эти количество вариантов может представить. Наверное, это отягощает вот определенным этим переживаниям трудности. Рискую быть занудным сегодня, Елена. Мне хочется, я думаю, что это можно будет сделать, ну, так, может быть, мысленно. Мне хочется позадавать вопросы и к вопросу ответственно, к термину ответственности. Что значит ответ, да? Что значит... Вы хотите сегодня сделать мое пребывание трудным на сегодняшней телепередаче? Я и свое пребывание рассматриваю как трудное, но не для того, чтобы жонглировать словами, потому что мне очень интересно то, что вы говорите, да, если появляется... То есть у нас сейчас три таких слова, значит, какое-то событие, да, какая-то необходимость, точнее, у нас появилась. Вот необходимость появилась в жизни. Да, трудное решение, второе такое слово, второй термин, и ответственность. Вот. Что стоит за этими словами? Бывает ли трудные решения безответственными? Всегда ли они сопровождают? Что такое ответственность, да? Это необходимость отвечать перед кем? Перед собой, перед окружающими, перед Богом, перед будущими поколениями. Ну, то есть вот здесь масса вопросов. Масса вопросов, да, и мы можем в этимологии этих слов действительно там закопаться или углубиться. Ну, вот у нас ограничено время программы. Как мы можем все-таки поговорить о трудных решениях, применимых вот к реальной жизни? Не знаю, предполагаю, что люди, ну, ищут какой-то помощи в принятии этих решений. Вы перевели сейчас вопрос в такое вполне себе консультативное психологическое и психотерапевтическое русло. Люди, приходя на прием к психологу или к психотерапевту, иногда действительно ставят так вопрос. У меня впереди трудное какое-то решение, причем, может быть, решение трудным делает, ну, многие факторы, включая то, что никогда на момент рассмотрения этого решения не ясно это решение о чем. Это не да и нет обычно. Ну, то есть это может выглядеть как да и нет. Ну, например, жениться или не жениться, менять работу или не менять. То есть обычная наша человеческая логика склонна вот к таким бинарным двойным решениям. Да или нет, за или против, да? Две чаши, две корзины. Но если мы черные и белые, но если мы рассматриваем, то обычно это не две корзины и не черные и белые. Это такое искусственное разделение в попытке найти какой-то перевес. Решение обычно не лежит ни на одной из корзин не лежит решение. Не на чаше весов, да? Не на чаше, да. Оно лежит где-то в середине. Вот. Поэтому, наверное, вот я сейчас думаю, в первую очередь мы обсуждаем, чем, что делает это решение трудным. Это тот вопрос, который, да, предполагаемыми последствиями. То есть я от этого решения жду каких-то последствий. Причем последствия, те, которых я жду, могут быть одновременно двусмысленными, двузначными. То есть я одновременно жду и того, что я буду делать то, что мне нравится, и одновременно я боюсь, что я буду делать то, что мне нравится, потому что я не знаю, чем это обернется. Ну, например, мне дадут большую свободу на рабочем месте, да, или мне дадут большую зарплату, или мне дадут еще какие-то там факторы, да, что я буду с этим делать. Это, в общем, достаточно. То есть что-то, возможно, я приобрету вот в связи с принятием этого решения, а что-то я потеряю. Так может вопрос формулироваться? Вопрос так может формулироваться, и при этом я полагаю, что большинство людей заранее знают, ну, может быть, не всегда осознают это, но точно знают, что все их просчеты, что они приобретут и что они потеряют, это только расчеты. То есть в итоге все может быть совсем по-другому. И в этом определенное, может быть, очарование, определенная тревога, связанная с трудными решениями, потому что, ну, это, наверное, риск, это движение с исхоженной тропинки, которое неизвестно, куда приведет. Причем известно, куда хотелось бы. Отлично. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Неливанна. Неливанна. Здравствуйте, Неливанна. Здравствуйте. Хочу прервать ваш диалог, извините. Но у меня очень такой, для меня очень важный вопрос. Мне надо решить вопрос о моем муже, вести его к психотерапевту, и посмириться с него, скажем так, поведением или как-то там состоянием, скорее всего. Он вышел на пенсию два года назад и потерялся. Что сделал? Что сделал? Потерялся. Потерялся. Потерялся, растерялся. И, ну, никак не установится. В общем-то, не может найти себе применение. А мне очень божно на него смотреть. Ну, и чисто физически, почему-то, ну, немного связываясь с прививкой, у него память ухудшилась очень сильно. Ну, стал такой наивный-наивный человек. Неливанна, я помню, что вот с этим вопросом, ну, примерно полгода назад вы звонили, да? Ясно. Да, ну, я, конечно, помню. Что-то за это время изменилось в какую-то сторону. И второй вопрос, ну, может быть, его на первое место поставить. А вы с ним поговорили по поводу того вашего звонка в передачу? Ну, что вы как-то обеспокоены были, что по поводу него даже вот позвонили, поговорили? Как он отреагировал? Или не было разговора? Разговор был, но конкретно о том, что я звонила на передачу Алексею Михайловичу, я не говорила. А разговор с ним был. Он просто отвечает. А я не знаю, что происходит со мной. А вроде бы все нормально. Но я вижу, он забывает конкретные какие-то вопросы. Ну, скажем так, если короткая память и длинная память, ну, практически как-то нет. Да, Нелли Ивановна, а вот этот все-таки основной вопрос, который вы нам задаете и который вас беспокоит. Необходимость какой-то, ну, психотерапевтической помощи вашему супругу. Как он реагирует на эту инициативу? То есть вы ему говорите, например, слушай, мне кажется, что тебе нужна помощь. И вот говорите, у тебя память там стала хуже, да, еще что-то. Я за тебя беспокоюсь. Как он реагирует на это? Ну, он улыбается и говорит, что, ну, Илюша, все нормально. Все хорошо. У меня все хорошо, у меня ничего не болит. Ну, речь ведь шла не о боли, а вот есть такие ситуации. Есть, есть. Да, ну, с памятью, вот вы говорите. Вот когда сам человек натыкается на то, что вот он не помнит, ну, вчера помнил, а сегодня не помнит. Вот он же это как-то комментирует, это как-то осознает. Ой, я там забыл, не ту таблетку выпил, не того, не тем именем какого-то знакомого, близкого человека назвал. Как он сам реагирует? Ну, я к примеру. Ну, да, да, да. Вот, значит, таблеточек дай, выпей таблетки, да, 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 хорошо. Ты выпил таблетки? Ой, нет, я забыл. И через полчаса ты выпил? Ой, я опять забыл. Конкретно вот так. А когда он говорит, что забыл, и потом пьет, или тоже не пьет? Иногда не пьет, иногда пойдет, если сразу прям выпьет. Вот из таких мелочей вот как раз вот и состоит вот это. Меня очень, ну, беспокоит. Хорошо. А еще вопрос, Нелли Ивановна. А я так понимаю, что ваш муж уже в таком серьезном возрасте. 56. Да. А к каким-то другим врачам, ну, к кардиологу, к терапевту он ходит? К неврологу, может быть. Он к другим врачам ходит? Ну, у него сахарный диабет. Я его вожу, в общем-то. Ну, невролога у нас нету. Тем более психотерапевта есть. Угу. 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 Ну, в общем-то, терапевту я объяснила вот эту ситуацию, что с памяти очень плохо стало, что вот он слабый. Угу. Потеряшка. Угу. Ну, она мне сказала, что все дядьки в таком возрасте такие. Но я-то не хочу. Угу. Чтобы он падал пухом. То есть, давайте попробуем сформулировать тот вопрос, над которым мы рассуждаем. То есть, как он сейчас звучит? Муж не хочет обращаться за помощью, потому что, на его взгляд, он не видит необходимости в помощи. А вы видите. Или муж, возможно, полагает, что ему нужна помощь, но, например, не знаю, гордость, еще что-то не позволяет ему это признать? И нет. И не в гордости дело здесь просто он не видит, чего до такого плохого необходимости. В принципе, как бы сказать, я сталкивалась с вашим кабинетом, поэтому я знаю дорогу туда. И даже когда в то время, когда он меня возил, он не верил, ну, не верил, что невозможная помощь. Просто он выполнял такой супружеский долг, возил туда меня. Да, я понял. Ну, я как раз поэтому про врачей и других специальностей спрашивал. Можно верить или не верить в психиатров, психотерапевтов, это всегда пожалуйста. Но в терапевтов, в помощь терапевтов, неврологов, урологов, там не стоит вопрос веры. Когда людям необходимо, они обращаются. Вот мне было важно выяснить, это, в принципе, свойственно вашему супругу. Ну, вот как-то так, вроде бы кажется, не очень серьезно относиться к своему здоровью. Или это... Ну, вот скорее вот это. Скорее он серьезно не может относиться. Спасибо за вашу тему, за ваш вопрос. Спасибо, что мы к нему возвращаемся. И я полагаю, что у нас не очень много времени, но я думаю, что мы к нему действительно будем возвращаться. Что можно по этому поводу поразмышлять? Тем более, Нелли Ивановна вот сказала, давайте поразмышляем вместе. Я одновременно думаю, что, наверное, эта тема очень важна и болезненна для многих семей. Может быть, даже не обязательно людей в возрасте, да. И здесь приходится раздумывать. Ну, вроде бы, чаша весов качнулась, как я сегодня уже говорил про чаши весов, в ту сторону, что вот мы иногда наблюдаем такое старение людей, я бы так сказал, да. Такой вход в пожилой возраст со снижением критичности к своему состоянию. Я хотела спросить, да, слушая Нелли Ивановну, вот вам сейчас, Алексей, задам вопрос. Как вообще это происходит, когда у человека снижаются их агнитивные способности? Всегда ли он осознает это снижение? Или это действительно становится видно только вот родственникам со стороны? Здесь действительно целый спектр проблем. И на полюсах, может быть, это иногда и видно самому человеку, но ему очень сложно это признавать, и он пытается это компенсировать разными способами. То есть срабатывают психологические защиты, возможно? Абсолютно разные. Срабатывает рационализация, то есть какое-то объяснение. Ну, я вот это забыл, потому что меня отвлекли, там еще что-то, да, или я вот это не смог, потому что вот у меня голова была занята чем-то другим. Срабатывает отрицание в чистом виде, вот известная психологическая защита. Нет, это не так. То есть мне нормально. Все хорошо. И вот то, что рассказывает Нелли Ивановна, это похоже на это в каких-то степенях, да. Иногда, конечно, люди сами не замечают. Это самая большая трудность для родственников таких людей, ну, пожилых, может быть, да, людей в возрасте, когда родственникам заметно снижение, когнитивное снижение, эмоциональное уплощение. Ну, что значит, то есть в зрелом возрасте у человека была целая палитра эмоций, да, а в пожилом возрасте он как будто, ну, обеднело все, да, как будто вот ушла эта палитра, осталось несколько красок. Ну, например, раздражение и удовольствие, больше ничего. То есть реагирует или так, или эдак. И это, конечно, проблема при вот этих работающих защитах, при отрицании, при том, что вот эти нарушения когнитивных способностей делает менее возможной рефлексию. То есть такое самоопределение, самоотестирование, я бы так сказал, да, по поводу того, что что-то со мной не так. И вот родственникам приходится обращаться в крайних случаях, я надеюсь, что до этого не дойдет, в крайних случаях родственникам приходится приглашать специалистов домой. Ну, в психиатрии это крайний случай, да, когда без согласия. У нас звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Вас не слышно. Ну, продолжим разговор. Перезвоните, у нас не так много времени до конца программы, но, может быть, мы успеем ответить на ваш вопрос. Ну, вот это вот такая сложная работа по коммуникативному, я бы так сказал, свойству, коммуникативного характера по убеждению или по обсуждению того, что тому или иному близкому человеку необходимо обратиться за помощью. Иногда срабатывает так, что и какие тут, ну, сработают подходы, какие сработают нейлеванные механизмы, не очень понятно, как это сработает в вашей ситуации. Может быть, вы ходите в больницу и вместе с вами ходит ваш супруг и где-то там, ну, так бывает, вас посмотрел, там, врач-терапевт, невролог, да, и заодно какие-то вопросы по супругу и что-то там будет сказано ему. Может быть, в вашем окружении есть врачи, не обязательно психотерапевт или психиатр, ну, вашего возраста люди, с которыми вы общаетесь, которые тоже мог бы вот эти беседы по поводу того, что, значит, вашему мужу возможно было бы неплохо обратиться, ну, хотя бы какое-то пройти обследование. У нас все-таки вот эта идея диспансеризации, она очень хорошая идея, когда нам всем в зависимости от возраста в тот или иной, с тем или иной, с той или иной периодичностью нужно и стоит обращаться, не нужно, а стоит обращаться, смотреть, к врачам обращаться, да, проходить какие-то обследования и так далее. Вот. Ну, и, конечно, трудно с людьми, которые, как Нелли Ивановна сказала, вот так вот очень мягко, но последовательно и очень в итоге жестко и однозначно отказываются от любого вида помощи. Характерологические ли это черты, трудно сказать, да, Нелли Ивановна говорила о своем супруге, как человеке, который занимал какие-то должности в свое время, да, мы можем только фантазировать, это ли влияет, невозможность обратиться за помощью. Я не думаю, что это вопрос веры. Может быть, здесь вот как раз смесь одного и другого, то есть возрастные особенности, да, заострение каких-то вещей, когнитивное вот такое снижение, как мы говорим, ну и заострившиеся вот эти, вышедшие на первый план психологические защиты. Я могу представить, что насколько может быть тяжело и с какими чувствами супруги могут на это взирать, когда их близкие, ну, по большому счету, почему-то откладывают принятие вот тех самых трудных решений, может быть, эти решения выглядят трудными. Да, пойти к кому-то, в ком ты нуждаешься, может быть, на протяжении. Мужчинам труднее, да, как показывает статистика, обращаться за помощью именно к врачам. Я не знаю, с чем это связано. Признание собственной слабости. То есть в поликлиниках даже посмотреть в очередях, не знаю, на 10 женщин один мужчина сидит в очереди. Ну, да, здесь по-разному. Мне кажется, что все не так однозначно, но, может быть, вот это традиционное понимание о том, что мужчины привыкли полагаться на себя раз, отрицать часть значимых каких-то моментов, ну, касающихся психики, касающихся сознания, касающихся функционирования еще каких-то органов. Да, в урологии, например, затягивают, когда проблемы возникают в мочеполовой сфере. Ну, это, в общем, такая сфера вроде бы неудобная. Часть людей не видит в этом проблеме. Бискомфорт вызывает, все-таки люди идут, хотя и терпят до последнего. Да, да, поэтому... Время нашей программы. Да, да, поэтому я понимаю, коротко. Я надеюсь, что мы будем возвращаться к этому вопросу и вместе как-то его обсудим, Нелли Ивановна. Может быть, к нам еще присоединятся другие телезрители, что-то посоветуют. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»